некий пустяк мы продолжаем ребята проходить загадочные задания связан с а юном но по крайней мере мне кажется так так и вторая часть очень рад тебя видеть путешественница как твои дела то у тебя такие темные круги под глазами говоришь ты с трудом может тебе стоит немного отдохнуть мне мне нельзя отдыхать вчера я мучился всю ночь написал множество черновиков но ни один не подошел сейчас и начну переписывать снова если я вам зачем-то нужен вам придется подождать сядьте пока в кресло господина роял то возможно у него там есть кофе мне мне нужно писать дальше так не пойдет дорогие коллеги это недостаточно официально бедняжка о как раз от 1 стола к другому путешественница очень рад нашей новой встречи кофе кстати как раз об этом я зашла речь пойму тоже хотел спросить но в прошлый раз они так кричали что пойман боялась хоть что-то сказать я думала меня сразу выкинут чему не волнуйтесь на раз охрана вас пропустила то к чему нам своевольничать и выгонять вас отличный пример на разделение обязанностей здравствуйте путешественница я сэман очень рад встречи ну здравствуйте господин симон прежде работал в суде помощником секретаря из-за одного запутанного дела его перевели в палату же сион многие проблемы с которыми мы не раньше не могли разобраться были решены благодаря его рациональности и точности вы слишком не льстите я всего лишь использую свой не прошлый опыт работы оцениваю важность делал под ценности связанных с ними явлений хотя на практике порой встречается то что невозможно оценить в таком случае мне помогает прекрасное знание человеческой психологии господина роял то то есть проще говоря господин симон прекрасно умеет учитывать интересы всех сторон дает каждому почувствовать свою значимость это как раз в равня это как выравнивание весов а если ему не удается разрешить ситуацию то я прихожу на помощь и добавляя на весы гирьки красивых слов не могли бы вы помочь ему да такое ощущение что он может бухнуть сбухнуться в обморок в любой момент это путь который каждый должен пройти сам если я сейчас подойду и помогу а юно вам закончить документы он никогда ничему не научатся он всегда строил какие-то нереальные фантазии относительно палаты жестиона но фантазии удел юноши а не сотрудников палаты а я просто не умею составлять подобные документы очень прямолинейно ну так зачем вы сюда пришли и скажите и я посмотрю могу ли я вдруг в панике забегает а юн ой что за невезение господин роял то у вас есть запасная клавиши для печатной машины я сейчас печатал и вдруг обнаружил что одна клавиша куда-то пропало ты поискал вокруг возможно она просто упала на полу или же она застряла в книге а может ее накрыли какой-нибудь папкой эти везде посмотрел а еще она может быть в стаканчике для ручек или в рукаве на еще волосах или чашки с чаем да я все обыскал то мы проверил даже карманы но одна одежда и подошву ботинок но и нигде нет ну ладно тогда тебе стоит обратиться госпожи корнели если где и есть запасные клавиши да только у неё или же лучше я просто куплю новую уст или это не должно занять много времени мой дорогой а юн зачем ты собираешься тратить собственную мору это собственность палаты жестеный будет неправильнее обратиться госпожи корнели она не должна стоит очень дорого дело здесь не в сумме это вопрос полномочий ответственности и он за ремонт собственности палаты жестен должен производиться за счет палаты жестен если ты произведешь ремонт по на собственные средства и не обратишься за возмещением до концу года когда будет производиться проверка служебных расходов эта сумма не будет учтена ладно хорошо я пойду госпожи корнелии даже просто купить что-то оказывается так сложно палате жестен это нормальное явление мы идем нам нужно найти корнели у она за соседним столом давай а я так и знал это юмор просто какой-то у них просто волшебный здравствуйте господин аюн чем могу вам помочь здравствуйте наконец-то я вас нашел госпожа корнели скажите у нас есть запасные клавиши для печатной машинки что на моей машинке не хватает одной клавиши прошу выдать мне замену если же это невозможно помогите мне получить средства на покупку получить средства на покупку на клавиши в принципе без проблем можно это сделать распишитесь вот здесь пишите из-за поломки печатной машинки прошу выделить средства за на покупку одной клавиши далее напишите свое имя название на вашего отдела ну хорошо эта клавиша нужна мне сегодня у меня есть срочная работа господина юн вам еще не доводилось обращаться за средствами за покупку общественной собственности нет совсем не так просто как вы себе представляете расчет средств производится за каждый предмет по отдельности сначала мы в течение месяца собираем квитанции а затем конца месяца передаем их на проверку палате кардиналис процесс их утверждения связан с одобрением и выплаты заработной платы всем служащим палаты жестен если же сумма расходов будет слишком большой палате кардиналис нужно будет обратиться к самому миссии нёвеля то средства будут выделены только после того как он произведет полную проверку и поставить свою подпись на эту и годы дорогой май если вы миссии нёвель то появятся вопросы какому-нибудь пункту расходов соответствующий сотрудник также должен будет написать пояснение подавать документы мы как раз собираемся на днях хотите сказать если не повезет а мне еще придется получать согласие от миссии нёвель тос на возмещение стоимости этой клавиши таковы правил господина юн а и в этом месяце сумма к возмещению будет и не маленькая скорее всего потребуется утверждение миссии нёвель то это миссии нёвель то он же верховный судья беспокоить его из-за какой-то клавиши пойман кажется что это неправильно если какой-нибудь другой способ да я тоже так думаю не нужно беспокоить смесье нёвель то ради какой-то клавиши правда не нужно есть другой способ вы можете пойти и купить клавиши сами а я напишу вам расписку когда процедура возмещения расходов завершится и будут выделены средства ваши издержки будут покрыты со счета организации ну отлично да да так и сделаем одна клавиша не будет стоить дорого я смогу купить ее сам ну тогда подпишитесь здесь и напишите из-за поломки печатной машинки прошу возместить стоимость одной клавиши вы пойдете за клавишей госпожа эстель да что но чуть позже я отнесу этот документ на подпись господину роял то затем схожу на сверху госпожи эстель не беспокойтесь из-за этого скорее покупайте клавишу а с остальным разберусь я ой спасибо вы так любезно госпожа корнелия а я тогда пойду за клавишей путешественница на пара я не могу это просто шедевр ладно сейчас секунду секунду да это реальные жизни ладно можно будет срезать здесь я до сих пор могу понять зачем эту цепочку добавили в геншин не ну ладно там будет еще и третье задание связано с ним а что такое а юн ты чё-то так запыхал ст ст или скорее скорее дай мне клавишу для печатной машинки у тебя же она есть есть но у машинок ведь разные клавиши посмотри сам какая тебе подойдет на юн начинает быстро искать нужную ему клавишу вот это подойдет вот мура спасибо тебе стиль в прошлый раз ты сказал что мы с тобой пойдем кататься на лодке а юный ничего сделаешь да ничего не сделаешь клавиш для машинки почему мне и удали они ему сразу сейчас окажется ты взяла клавишу а ты клавиши ты взяла передай мне и а а теперь мне надо установить смотрите окей отлично теперь я могу продолжить работу я обязательно должен закончить этот документ сегодня спасибо как только у меня появится время я свожу вас пообедать у вас есть время завтра если да давайте встретимся как закончу работу обязательно угощу вас вкусным обедом конечно я буду ждать ну верно я должен ускориться подождите какая там следующая строчка я должен был записать ее в своих заметках за это исток не дали за это не дают исток надеюсь на последние цепочки некая печать это возможно последний будет часть задания и точнее часть задания цепочки данный может быть нам исток дадут ребят но это не факт стать можем посмотреть только деньги дают бессмысленные задания но в любом случае их пройду не забываем записываю записываться все я уже все описать комментарий ставить лайк нажимать на колокольчик подписываться на все каналы ссылки которых вы найдете писали к этому видео и подписываться естественно на этот канал пока пока